В январе 2023 года депутаты Народного собрания приняли положение о финансовой помощи некоторым категориям семей и автономии для смягчения последствий энергетического кризиса. Ежемесячная компенсация в размере 700 лев выплачивалась семье, где один из членов попадал под установленные категории. В самом положении говорилось, что помощь предоставляется на период январь-март 2023 года. В бюджете было заложено, я говорю сейчас про 2023 год, и это было предыдущим исполкомом принято, мы голосовали за это, был январь-феврай-март этого года. То есть на ноябрь и декабрь средства не были заложены. Но ведь не секрет, что депутаты Народного собрания в год по несколько раз носят изменения в действующий бюджет. И был разговор в прошлый раз, и я помню, мы говорили на эту тему, что буквально в сентябре мы вернемся к этому вопросу, в сентябре, в августе вернемся к этому вопросу, чтобы внести изменения в бюджет 2023 года. На заседании 21 ноября депутат Иван Димитрогл отметил, что отопительный сезон начался, и люди ждут помощи. Вы все прекрасно, как юристы, понимаете, что этот закон должен реализовываться, потому что от исполнительного комитета нет такого обращения, что денежных средств нет. Если поступит энное количество заявлений, и не будут выплачены эти денежные средства в этот отопительный сезон, на следующий год, то эти люди будут иметь полное право обратиться в определенные инстанции. Закон позволяет вносить поправки в бюджет до конца года, подчеркнул Владимир Кыса. Будут выплаты начинаться с января, потому что в 2023, в 2024 год в проекте бюджета заложено. В исполкоме заявили, что бюджет исполнен в полной мере, какие выплаты компенсацией. Холодный период исполнительного комитета был исполнен 100%. Люди на 2023 год получили за три месяца. Это было 30 миллионов, на следующий год запланировали 44 миллиона. Что вы знали? Краткая информация. Откуда вы сейчас за ноябрь и декабрь должны... Послушайте, я же вам говорю, мы заложили, послушайте, мы заложили, мы заложили, как и по прошлому году, январь, февраль, март. Для получения компенсации в размере 700 лей в холодный период года необходимо подать заявление. Право на финансовую помощь предоставляется семьям, относящимся хотя бы к одной из категорий. Где один из членов семьи – пенсионер по возрасту, или является лицом с установленной тяжелой степенью ограничений возможностей, первая группа. Или является лицом с выраженным или со средним ограничением возможностей с детства. Семья, в которой один из членов является получателем пенсии по потере кормильца. Семья, в которой один из членов старше 18 лет, или воспитываются четверо и более детей, не достигшие 18 лет. Семья, в которой один из членов является участником военных действий в Афганистане, или участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или ветераном силовых структур Агаузской республики 1990-1995 годов. Мария Статова, Григорий Ставилов, Артем Топал, Новости ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова